Друзья, всем привет! Сегодня 19 октября, четверг, и пришло время подводить итоги по нашему коллективному сговору. В данном видеоролике речь пойдет в первую очередь про Toyota Camry, от них пришли все ответы, расскажу про цены образования, в общем всю ситуацию обрисую полностью. Во вторую очередь мы обсудим Mazda 6, CX-5 и Kia Optima. Все те, кто хотел купить эти автомобили и хочет до сих пор, есть один способ как можно лавировать ситуацию. И в-третьих, подведем общие выводы, расскажу свое мнение, в общем выскажусь по полной программе и дам высказаться вам. Каждый раз, когда я снимаю видеоролик, я говорю, не размазываем кашу по тарелке, но вот в последнем видео кто-то написал, давайте хотя бы раз размажем кашу по тарелке. Увидел, прочитал, не вопрос. Нахожусь на крыше заброшенной больнички. Почему мы здесь снимаем? Ну более-менее такой вид, знаешь, машины ездят, особо не шумят. Вот, сзади нас находится микрорайон, это город Кашира. Маленький микрорайончик, где я, собственно, прожил лет 7, учился здесь в школе. Вон, сзади меня вы можете видеть красный дом и рядом с ним вот там кустики такие находятся. Просто сейчас не видно, потому что листья еще до конца не опали. Там находятся гаражи. То самое место, где я люблю с друзьями собраться, посидеть, обсудить. Ну, знаете, такая ситуация, когда ты сидишь, пятничный вечер, бутылочка холодного пива, кто-то копается с машиной, что-то делает. А ты сидишь в роли такого эксперта и говоришь, да ты что делаешь? Ты вообще как-то... Ну, в общем, вы все прекрасно понимаете. В общем, будем считать то, что маленечко мы каши размазали. Теперь переносимся в офис и начинаем подводить все наши итоги. Поехали. Уважаемые акционеры, разрешите доложить вам информацию следующего характера. За последний месяц я обзвонил 8 официальных дилеров Toyota и Camry, к 3 из которых приехал лично. Я сегодня не буду тянуть, откладывать цены на потом. Максимальное, что мне удалось от них выторговать при условии того, что мы купим 10 автомобилей за один день, это 40 тысяч рублей каждому. 40 тысяч рублей за один автомобиль при условии 10 машин. Вы представляете? И поначалу, когда я ездил, я задавался вопросом, что за фигня? Ведь в начале года, еще в феврале месяце, если я не ошибаюсь, я приходил к тем же самым дилерам, и они мне сходу делали скидки по 200, по 150, по 220 тысяч прямых скидок от салонов. Это на самом деле так. Всем тем, кто не верит, что Toyota так скидывает, парни. Но я вот, честно говоря, сам виноват, что не собирал с них коммерческие предложения, не показывал вам их в монитор, в камеру, чтобы вы могли посмотреть. Но это на самом деле было. И предложения распространялись на автомобиле 2017 модельного года. Были хорошие предложения на 2016 год, но на самом деле скидки были сходу. Вот заходил в салон, все, пожалуйста. Что же происходит сейчас? Я хожу, спрашиваю у них, а что за фигня? Говорю, почему нет скида? Как так? Конец года, почему вы не скидываете-то? И они начинают, конечно же, мне рассказывать о том, что машины очень хорошо продаются. То, что зачем им делать скидки, когда их и так покупают. Начинают мне рассказывать о том, что, ну вы понимаете, вы вообще сейчас будете стоять в очереди. В общем, у нас все хорошо, нафига нам вам делать скидку? Это же Toyota, это же Camry, вы понимаете, это надежность. Какие скидки, о чем вы? И вот в один из дней приходит информация от нашего с вами зрителя, от нашего с вами акционера, где он мне прям прописывает подробную информацию, почему сейчас Toyota особо не идет на скидки. И вечером я приезжаю к одному из официальных дилеров, который мне тогда как раз таки делал первым большие скидочки, которые я назвал чуть ранее, он ее подтвердил. А ситуация в следующем. Сейчас на заводе у них урезалось производство автомобилей. И сейчас машин привозят гораздо меньше. Вот при мне любой дилер открывает список и говорит, ну вот смотрите, у нас сейчас есть в наличии там 10-15 автомобилей. Мы ожидаем что-то в ближайшее время, но как правило эти автомобили либо уже в устном резерве, либо там под 15 тысяч в резерве и так далее. То есть машин, как правило, на самом деле мало. Я спрашиваю, ну как так, у вас же 36 тысяч машин в год продается, почему нет машин-то? Ну, ну, никто не говорил. Выясняется то, что машин меньше производят в связи с тем, то что сейчас заводы уже в активную перестраиваются под производство нового кузова. И они ожидают то, что в начале марта месяца машины уже появятся в салоне в новом кузове, и их будут активно продавать. На основании этого многие из тех, к кому я обратился, вообще мне присылали стандартный прайс. Если я запрашивал, например, какой-то подарок, доп. оборудование, они даже цены присылали на доп. оборудование. В общем, ничего не было бесплатно. Некоторые писали вообще интересные условия. То есть покупаете автомобиль, покупаете дополнительно допов 1000 на 30-40, делаете по-любому на сказку, и тогда вы получите скидку на автомобиль 20 тысяч рублей. Это было блестящее предложение. Все были бы наверняка очень довольны. Конечно же, все официальные дилеры знают, что на заводе идет активное перестроение под новый кузов. Возможно, это уже было произведено. Я такой информацией не владею. Но факт в том, что они активно и грамотно ей манипулируют. Ни один из них не сказал, что машин мало, потому что и объяснил реальную картину. Единственное, которое я более-менее знаю, выуживаю из нее информацию, и то я ему сказал, что мне писали, мне рассказали. Я ему сказал, ну да, такое есть на самом деле. В общем, крутят, вертят, как хотят. С одной стороны, их можно понять, правильно сказать, что они же менеджеры, им же нужно продавать, у них основная задача такая стоит. Да, но с другой стороны, что они делают? Они немножко утаивают. Правильно они делают, неправильно. Это вот вы решите самостоятельно. Я могу подвести строгий точный итог. Если ты сегодня заходишь к официальному дилеру, и он тебе сходу на любую комплектацию, которую ты присматриваешь, делает скидку больше 100 тысяч рублей, или даже 100 тысяч рублей, там 80, 90, неважно. Вот примерно такие цифры. И он тебе подтверждает то, что при оплате наличными тебе скидка 100% будет. Сейчас это считается реально хорошим предложением. Я не рассматриваю тот вариант, а ты приходишь покупать автомобиль. У тебя есть трейд-ин. Ты сам хочешь сделать каску у дилера. Ты хочешь что-то купить из доп. оборудования. В общем, здесь скидка может быть гораздо больше и сегодня. Потому что это совсем другие условия. В нашем случае мы всегда считаем так, что либо наличный расчет, либо кредит, что по сути является одним и тем же. Поэтому вот такая информация по Тойоте. Я знаю то, что многие скажут, слушай, блин, обычно, когда выходит новый кузов, наоборот, стараются побыстрее распродавать машины. Да, такое бывает. Но Camry, как вы знаете, используется с хорошим спросом. И поэтому завод сделал грамотно. Он просто урезал поставки производства автомобилей. Таким образом, к январю, февралью, марту автомобилей уже не останется. Я думаю, все распродадут. За исключением каких-то редких, таких самых базовых возможных комплектаций. И то, на любой товар всегда есть купец. Второе, что мы обсудим, это Kia Optima, Mazda CX-5 и Mazda 6. Я знаю то, что по ним мы, в принципе, уже подвели итоги, поставили некую точку. Но на прошедшей неделе получил несколько звонков от официальных дилеров, которые спросили, ну что там у нас с результатами, когда мы машины-то будем продавать. Я им прямо говорю, ребята, ваши цены, ваши скидки я людям озвучил, никого они не заинтересовали. Все это хиленькое. А что, в свою очередь, они отвечают, ну послушайте, это были предварительные цены. Мы готовы работать индивидуально. Поэтому предлагаю вам следующий вариант. Как я вам обещал, то, что я никому ни из них не передаю ваши личные данные в виде телефонов, ну и информация о вас, по которой они могут вас доставать, слать вам смс, говорить, приезжайте, для вас будет все самое крутое. Все, кто хотят купить автомобиль Kia Optima, Mazda 6 и Mazda CX-5, пишите в личку, я вам дам телефон менеджера по Kia и по Mazda. Он обещает то, что в индивидуальном порядке предложение будет гораздо выгоднее, гораздо интереснее. В любом случае, за спрос денег не берут, позвоните, пообщаетесь. Возможно, будет хорошее предложение. Не понравится оно вам, скажете ему до свидания, заблокируете его и все. В общем, кому надо, пишите. И третьей темой нашего разговора мы подводим общие выводы по коллективному сговору. Ну смотрите, я уже об этом говорил в некоторых видеороликах, то, что с моей стороны была ошибка, то, что я взял различные модели, различные комплектации, начал создавать какие-то списки, сначала собирать людей, ждать от них информацию. То есть растягивалось очень много времени. Правильнее было бы делать немного иначе. Как? Я уже сегодня знаю, в принципе, все, кто подписывает на канал, вы уже понимаете, то, что сейчас грамотнее брать одну модель и работать непосредственно по ней. Собирать сначала хорошее предложение, оглашать их вам, и уже, если они вас заинтересовывают, составлять некий список. Второе. Я уже говорил, то, что модели выбраны не самые удачные, так как они популярные, востребованные, пользуются своим спросом, но в любом случае, понимаете, до сих пор приходят ответы от людей, то, что он был вчера в салоне, вот сделали хорошее предложение, людям по 170 тысяч скидывают на Мазду 6, людям по 100 тысяч скидывают на Kia Optima, на Camry, ну и сейчас не совсем хорошая ситуация, для того, чтобы покупать Camry ввиду вышеозвученных причин. В любом случае, скидки есть, и в индивидуальном порядке они, как правило, больше, нежели, чем нам назвали за коллективный сговор. Почему так произошло? Ни один из дилеров не хочет устраивать аттракционные виды на щедрость. Продавать больше 10 автомобилей одним днем, при этом урезать свою маржу, ну им это не интересно, они все хотят зарабатывать. Им выгодно продать там одну-две машины, слить, так сказать, по низкой цене, но при этом продавать все остальные автомобили на таких же условиях они никогда не будут. Таким образом, наш эксперимент показывает всем, что если ты хочешь купить автомобиль по наиболее низкой цене, на самых выгодных условиях нужно обзванивать каждого дилера, говорить то, что я нашел чуть-чуть пониже, вести себя максимально деликатно, никогда не нужно хамить, говорить то, что да если вы мне сделаете плохое предложение, я пойду к другим, к слову отметить, ни одному дилеру я ни с кем никогда не пререкался, всегда говорил, ребята, мы просто хотим сэкономить, сейчас тяжелое время, нужно сэкономить денежку. Я никогда не велся надмены, не говорил, слышь, у меня там 50 человек, там я сейчас могу их привезти, будешь со мной плохо разговаривать, я их тебе не приведу, нет, такого не было, многие официалы отнеслись к этой коллективной закупке какому-то баловцу, знаешь, какая-то игра, вот они мне объясняют, вот 10 человек, где 10 человек, ты приведи мне их, посади, мы с каждым пообщаемся, посмотрим о серьезности намерен мне, сейчас у вас нет никого в салоне, людей нету, контакты ты их не даешь, поэтому нет никаких закупок, это просто вы пришли посотрясать воздух, и с одной стороны действительно правы, но я им говорю то, что мне нужны хорошие цены, говорит, хорошие цены, хорошие цены, окей, вы пришли машину покупать или что? Ну знаешь, начинается этот разговор о том, что я им объясняю, что мы хотим сэкономить, я знаю то, что вы делаете скидки, вы можете это сделать, а они начинают объяснять о том, что мы делаем скидки только живому клиенту, который сидит перед нами на стуле, и вот этот момент, знаешь, вот типа YouTube канал, снимаем, делаем классные проекты, их выставляем в плюсе, на сегодняшний день он им просто-напросто неинтересен вообще. А дальше тянуть кота за хвост, тогда мы ему точно сейчас этот хвост оторвем, вам все ясно, вам все понятно, сейчас мы пробуем то же самое провернуть с Mercedes, там тоже уже есть, что рассказать, есть интересные реакции, стараюсь записывать, собирать для вас информацию, в ближайшее время мы это покажем. В субботу-воскресенье будем снимать новый CX-9, попробуем снять BMW 2, в общем машины есть, самое главное, чтобы не подвела погода, чтобы все нашло по плану, напоминаю, что спонсором нашего проекта по коллективной закупке был сайт yurimon.com, который представляет из себя агрегатор по подбору автосервисов, ссылку на него оставляю в описании, заходите, знакомьтесь, наверняка кому-то он будет полезен. Всем тем, кому интересно вообще тема скидок, интересна тема развития канала, что будет в ближайшее время, хотите дать свои советы, что нужно поснимать, обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, там вы все анонсы узнаете первыми, в общем у меня на этом все, друзья, пишите ваши комментарии, давайте ваши оценки, говорите где ошибся, где не ошибся, что нужно делать дальше, в общем до новых встреч, всем пока-пока.